всем привет привет у солнечная тайна проводе сегодня пятница последний день недели я один думал их в кампус аляри саша сонька идем матчат мы в лагерь пионерский хотел сказать если не даже с утра дела кофточку малый конечно раздеты на улице немножко подпаривает погода очень такая скажем не очень наверное будет дождь в принципе передавали дождь сказали что начнется с южной стороны это летит к нам и потом центр и вообще по всей талии вообще побывали сказали что будут грозные дожди не знаю насколько правда немножечко моих любимых балкончиков 1 2 идемте девочки идемте постараюсь сегодня поснимать как готовят кушать что и как вчера видео не снимала не делал ни черта не проделал для это красная пропела ничего я не успела пришла днем хотела а нет ходила забирала табеля школьные детки выносим сейчас забегу домой быстренько не нельзя есть нельзя садиться потому что в этом не стану естественно забежала домой присела поговорить с мамой по скайпу потому что два сядешь на 15 минут через 2 часа встанешь потом дима с папой нашей дочки святослава с димой которого музыку я использую видео да с димой бабушем и тие и ночи целувала меня целую ночь пролягала меня целый день прокоснула на раз моё сердце тики не перетравила лише брошาก на раз мое сердце тики не перетравила С ним села еще на три часа, в общем, пока встала, уже было три дня. Потом побежала, делала чистку лица глубокую, естественно, все это потом распухло, раздухло, и потом еще ничего не снимала. Так, я уже показывала нашу церковь, самые подсудные помещения. Здесь, может быть, кто-то с того года смотрел, здесь вход в зал, потом покажу зал. На этом автобусе развозят детей, сейчас их повезут в другой лагерь, ну, в другой, там где площадка есть. Здесь вот уже 8-15 утра уже начинают чистить яблочки. Чистят яблочки, чтобы потом дети уже пошли. Ее дала Украину. Сисента, да? Украины, есть два. Итак, мастера, доброе утро. Здравствуйте. пойдемте посмотрим уже начинает готовиться здесь кастрюли стоят суга дитона тонны такие нас консервы есть рыбный диро начал готовить и сегодня доготавливает тонну рыба такая как консерва не знаю будут ли мои это она препарандоль суга дитона не там слуху такой дашка кругу будет только дитона будешь есть манджи будешь кушать молодец и беде с девочкой шапочка взяла да правильно а водичку не взяли хочу а зачем тебе эта повязка на ножки просто так что но кто тебе и привезу так а зачем так потом пойдем на кухню посмотрим как еще там больше все готовят самого утра начинает уже все делать натянули вот такой вот холст над головой чтобы не было жарко в течение дня небо как затянуло сашка гайд но хорошо тогда будет не будет очень жарко сегодня моя статья чеснок и поджарили вместе с луком на оливковом масле потом добавили консерву тонну сейчас мы ее покажем после того как добавили консерву тонну еще это все довели до кипячения потом добавили вот такие вот фрукты на который называется каппери ну так вот они выглядят вот и вот консервы тонну в италии есть такие консервы которые называются тонну рыба таком и пай каппери пай оригану и оригина и добавили и потом посадить томата да и потом помидоры на помидоре фрески в эти по тонну и добавили немножко помидор свежих и немножко помидора которая какая ложка здорово и получилась вот это вот огромнейшая кастрюля здесь всегда очень чистенько так вот еще вот такой вот оригана добавили видео такая вот травка на спец такие спец сашка отправляется и просто везут в другое до в ивана лурала кеза ванной кампи и очень любит грандария кампи айпас идут и еду туда где больше места где можно играть и есть лук а где можно заниматься спортом туда еду и я люблю тебя . ну не высовывайся упадешь сядь нормально так делают такие на переводится как индюшка по-моему если я не ошибаюсь это такие на интернете куда будут делать в духовке и одевает эту резинку для того чтобы из мяса мясо не было очень сухим из него не выходили все соки там скажем грубо витамины специально одевают чтобы она была это женщина зовут карла она говорит что нет сил держать мясо типа шутит на речи сил в руках нет чтобы его закрутить добавляем олию там стоят миски с этих места будут потом раздавать саму пасту вино потом будем добавлять и чеснок и розмарина и сальвия такие приправы по куче угадать из тех раз что-то такое ну да это лавровый листик его тоже туда сальва розмарина и лавровый листик а 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 так теперь уже все запускаем духовочку браво Браво. Видите, тут классненько все, быстренько, оперативненько. Я уже домой бегала, поменяла брюки, мне холодно. О, мам, какие парфюмы. Так, вот это сам зал, где будут кушать. Мы здесь снимали как-то уже, я здесь снимала как-то концерт. Кто помнит, детей там со школы играли, там на гитарах, на всем остальном. Ну, кстати, я переоделась дома, одела брюки и вышло солнышко. Прикиньте, одноразовые тарелки, естественно, чтобы было легко убирать. И много к этому не прикладывать усилий, стаканчики. Вот, смотрите, 190 детей. Вот там вот сцена, кто помнит, кто смотрит уже давно, кстати, новеньким привет, кто подписался, стареньким. Большое спасибо, что с нами остаетесь. Вот там вот сцена, на этой сцене потом в обед выходят старшие девочки и показывал какие-то там движения из популярных песен, клипов, танцев. И весь народ стоит, столы убирают, весь народ стоит здесь в зале и повторяют за девчонками. Поэтому, допустим, мои малые знают и Макарену, и Бомба, вот эти вот все хиты, да. Они это все умеют танцевать, прям вот по полочкам им все разлаживает. Там на раз и рука поднимается, на раз и рука закрывается. Поэтому очень-очень довольна этой кезой. Сейчас будем делать картошку. Уже будем использовать вот такую вот пыльную картошку, ну да, я имею в виду пыльца, да, то есть вот она будет готова. Здесь три бусты по пять минут, да, на девять человек. Вот сейчас это все выливается в огромную кастрюлю вместе с молочком, чтобы не чистить картошку, и будет картошка-пёре. Она, кстати, очень вкусная, мне тоже она нравится. Нам еще понадобится вот, мне Иван дал такие вот, ночь и димуската. Будем добавлять в картошку. А, понятно. Все-все-все-все челанки ее оказывали, у меня компания каких-то, да. Он говорит, он в таком виде она должна быть, но это ее уже перемололи. Как орешки. Карла тоже использует на кухню. Вот смотрите, с 9 по 27 июня уже расписано все меню, то есть каждый раз уже написано, кто что будет кушать, да. Ну, короче, картошка всегда присутствует, или фрита, или толчонка пюре наша, как мы говорим, толчонка. Но все равно уже есть уже меню, уже все приготовили, так интересно. Брави, брави, брави. И на вашу клоу. Здесь уже хлебушек. Добавляем этот продукт. Муската, так мы съемки. Муската добавили в картошку, в молоко, в молоко добавили немножко воды, посолили. Он говорит, когда дома делает, дома делает только на молоке такую картошку, если использует такую картошку, ему больше такая нравится. А говорит, уже в лагере использует с водой, чтобы она была намного легче. Ну, в принципе, на упаковке так и написано, что надо использовать с водой. Ну, правильно, на 200 человек попробуйте начать эти картошки. Ну, тем не менее. Такие большие ложки стоят на столе. Добавляем также масло в целую упаковку. Это программа перевизива. Тутти хокки. Такие классные мужики итальянские, такие постоянно улыбающиеся. Я не знаю, как можно наговорить на итальянских мужиков. Ну, конечно, у каждого есть недостатки, но они очень классные, очень добрые, они постоянно улыбаются. Я не знаю, люди очень положительные, я люблю итальянские за то, что здесь положительный народ. Так, дальше. Маслица добавили, плавает. Так, кстати, вот кто-то спрашивал, есть такие лагеря, что взял чемодан и поехал. Я такая, не, 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 нет таких лагерей. Есть в этой церкви лагерь, начиная с 12 лет, там, по-моему, до 18 лет, дети выезжают в горы Гарфонян. У нас очень много видео с этих гор. Туда входит завтрак, обед, ужин, полдник. Снимается огромная вилла. Готовят сами такие же, вот как у этот мужчина, которого зовут Иван. На нашем языке Иван, на итальянском Иван. Вот такие же люди там готовят. На всех деток, по-моему, я спросила, 240, по-моему, там идет на ребенка на две недели. Без родителей едут, но я думаю, что есть все-таки дети, которые вот, ну, малоимущие семьи, которые все-таки едут или платят меньше денег, или же, может быть, кто-то даже едет бесплатно. Ну, в общем, от 14 лет есть такой лагерь при этой церкви. За другое, я не знаю, вот я прочитала там украс объявление, и потом мне сказали, да, такое есть. Здесь доваривается рагу на маленьком огонечке. Ой, как оно пахнет, вообще класс. Здесь готовится токина. Все очень организовано, все очень классно. Боже, мне уже слюнка, я сама слюну тяжело глотать, уже хочется все попробовать, и сама хочется покушать. От этих запахов просто кружится голова. Здесь сейчас уже будут резать сыр, потому что кто-то ест пасту белую, допустим, да, ну, без ничего, без сока, а еще и сыр добавляем. Ммм, куме-порфуно, мамма-мя. Итальянка, итальянские, цветочечки. Добляем молочко после того, как в духовке, до по кванти-минуте, до 30-минуте, после 30-ти минут добавляем молоко и немножко столового вина. Там уже делается молоко с водой, разбавлено масло, целая пачка, специи, которую мы добавляли, не помню, как называется. Здесь уже вот сама картошка. Какие тут ароматы. Так, когда молочко уже немножко разогрелось, добавляем саму смесь картошки. И также в остальные, которые достали из духовки, мы добавляем молоко и немножко белого вина. Так, теперь будем сейчас нарезать наш токино. На этой машинке получаются очень-очень-очень тоненькие кусочки, ровненькие. Субтитры делал DimaTorzok Так, мы уже начинаем накрывать на столе. Я помогаю, кстати, разносить бутылочки по столам. И, между прочим, я на той неделе делала запрос. Ну, как, оставляла заявление, что, типа, если нужно, два раза в неделю я могу приходить и помогать чистить картошку, там, или яблоки, там, не знаю, убраться на кухню. Мне сказали, что очень-очень много народу, желающих очень много. Так, Индюшка уже готова. Кстати, можете сделать дома, очень легко делается. И хотел сказать, что работают, приходят люди меняются. С утра приходят работать одни люди. Допустим, вот как сегодня бабушки там резали яблоки. В обед приходят другие помогать, кто-то посуду помыть, кто-то бутылки разнести по столам детям. То есть каждый раз поток людей меняется, у них уже все расписано. Я спрашивала, кстати, на той неделе, если нужна моя помощь, что я, как бы, два раза в неделю могу приходить уже помогать. Сказали, что уже просто все у них переписано. То есть уже людей очень много. Приходят в основном люди, ну, пенсионерского возраста, но, тем не менее, наши вожатые, они очень молодые ребята, там, от 14 лет и дальше. То есть в 12 лет вы уже можете, вам уже дают группу, и в 12 лет вы уже помогаете старшим деткам, как бы, смотреть за более маленькими. То есть вожатые в этой группе, в этом лагере, они выросли в этом лагере. То есть получается, что их сюда водили родители еще там, начиная с... Сколько начинается? С шести лет, по-моему. С восьми лет. И вот они на протяжении этих лет выросли, и теперь они уже сами в этой церкви, получается, как пионер-вожатыми. Но, тем не менее, очень классная обстановка. Все заняты своим делом. Сок, который остался, сама подлива, ее перемололи для того, чтобы потом сверху полить на само мясо, когда оно будет порезано. Вот так вот сразу убирать, чтобы был чистенький стол. Моют даже в щелях. Я видела, даже в щелях моют. Тоже девочка новая, потому что постоянно меняются. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то приходит. Из фруктов будет даже слива. Эти не вендят. Эти, которые работают здесь. Это кто-то принес, который работает здесь. Нет, но знаешь, почему? Потому что эти церкви. Мы несем такие маленькие. Говорит, кто-то принес, у кого есть сад свой. Кто-то сам насобирал и принес просто деткам. Ммм, косточка такая маленькая. Я уже так ноилася. Я уже там попробовала. Всем попробовала. Так ноилася. Просто можно на диету садиться. Все равно классненько. Так что, досталось сейчас, будут мои малые. Я, когда тучи, небо тучами зашло, думала, ой, холодно. Взяла Сашке еще кофту с длинными брючками. Потому что она такая же, как и я, это, продолоза какая-то. Ну, холодно нам, мерзнем мы. А сейчас вышло солнце, посмотрите, какое небо стало чистым. Блин, а я машинку не вывесила. Машинку постирала, думаю, не буду вывешивать, дождь пойдет и дождя нет. Ладно. Сразу так же моют машину. Так, начинаем разглаживать сок, сугу, подливу, да? По тазикам. Там меняют для мусорки пакеты, потому что разделяют мусор на пластику, пищевые отходы и на бумагу. Ты здесь будешь сидеть, да? Садись. А руки помыла? А? 18 килограммов пасты сварили. 18 килограмм. Подходят взрослые ребята, разбирают корыца с пастой. И сейчас все понесут на стол детям. Дети уже все готовые, с помытыми руками сидят за столом. Это вечный рай. Это вечный рай Мой путь через сны, через грезы весны Про все забывая туда, где есть ты Мой свет пролетит сквозь кромешную тьму И вмиг осветит и покажет рапу Моя тарелочка Пробую Это стонно С помидором В общем, рагу, скажем так Пробуем Умереть и не встать Вкуснятина, молодцы итальянцы Красавцы Так как итальянцы извращаются с пастой В хорошем смысле слова Никто так не извращается Мне приятного аппетита Пасту раздали Вот это вот осталось Кто сейчас захочет, отойдут на добавку И сразу все убирают Сразу все моют На второе картошка Пасту подавали без хлеба Хлеб подают только на второе В корзиночках уже все порезано Разложено Там уже все помыли Тоже все это вытирают То, что они будут использовать Там начинают выкидывать то, что осталось после обеда Так На второе тоже пробую картошку Пробую также мяско Это ползник На ползник дают или мороженое Черезует мороженое Или же дают варенье Или шоколад с хлебом Опс Переключаемся Мы уже дома Сейчас через 15 минут Начнется футбол Играет Италия Так что буду болеть сегодня за итальянцев Всего самого доброго Самого классного Самого-самого-самого Сегодня просто хотела Этим видео показать Саму систему Как работает лагеря Прицелька И вообще показать Что и как Вот Увидимся с вами завтра Огромные девочки и мальчики Вам спасибо за ваши комментарии Чтобы вам все это вернулось В сто раз И даже больше Все Всем пока-пока И до завтра